Мы здесь даже не ради своих детей. Нашим детям это никак сейчас не поможет. Мы только здесь стоим, потому что другие дети могут пострадать. У всех есть дети, всех будут направлять дальше на эту больницу. С одним она названием будет, с другим она названием будет. Это уже не имеет значения. В начале года четырехмесячный сын семьи Котенко попал в больницу с бронхитом. Спустя месяц лечения впал в кому. Спустя полгода скончался. У нас был абсолютно здоровый ребенок. Абсолютно. 8 килограммов в 4 месяца весил. А Минздрав провел проверку и пишут о том, что спасибо, солнышко тебе, мой хороший. Да, вот в баночке мне водичку принес. И пишут, что у него было ожирение третьей степени. Я говорю, что он из-за этого попал у меня в кому. Инцидент прогремел на всю республику. По словам отца, после этого ему написали десятки других пострадавших. Выяснилось, что только за этот год в детской клинической больнице погибли еще два ребенка. Родители встретились с главой Бурятии, где потребовали не только расследования смерти, но и контроля над детскими больницами. Пропишите, как вы видите общественный контроль, что именно он делает. Хорошо. Тогда давайте его как-то реализуем. Повторюсь, надо очень внимательно его прописать, чтобы это не стало не плюсом, а еще очередной минусом. Контроль точно нужен, но вопрос, как его правильно организовать. Так Антон Котенко стал членом общественного совета при Минздраве Бурятии и возглавил группу, пострадавшие от ошибок врачей. В новом статусе осенью он проверил работу Кижингинской районной больницы, на которую жаловались местные жители. Что делать? Вот сейчас еще руководства нет. Почему-то тактика такая, что все спрятать, скрыть и ничего, никаких проблем, ошибок не признавать у нас становится обычным делом. Позже в больнице провели проверку. Что касается смерти Захара, следствие длилось полгода, но лишь после встречи семьи Котенко с главным следователем России дело сдвинулось с мертвой точки. Общественники также передали заявление и от других пострадавших из Бурятии. В отношении начальника отстранить, применение отстранить, провести проверку. Дело не забрать к нам. Дело будет в Москве, на личном контроле Александра Ивановича Бастрикина. На сегодняшний день возбудили уголовное дело по статье «Халатность» на Егорову, бывшего главного врача детской клинической больницы, также на лечащего врача Захарика. Сегодня семья Котенко продолжает бороться за правду, теперь отстаивая не только свои права, но и защищая интересы других жителей Бурятии.